Дорогие зрители, уважаемые коллеги, сегодня на первом медицинском канале мы начинаем цикл передач под названием Гастро-клуб. Идея этого цикла заключается в том, что это будет неформальное общение с экспертами в области гастроэнтерологии. И сегодня наша первая передача предоставляет нам уникальную возможность обсудить проблемы детской гастроэнтерологии. Вести цикл передач буду я, меня зовут Кайбышева Валерия Олеговна, а сегодня у меня в гостях детский гастроэнтеролог, врач-гастроэнтеролог, педиатр Мухаметова Евгения Маратовна. Представляю вам нашего эксперта и хочу сразу с самого начала, до того как мы начали обсуждать с ней актуальные и очень интересные вопросы, обратить вас к нашему чату. Он открыт с самого начала, вы можете задавать интересующие вас вопросы, мы будем их читать, обсуждать с Евгением Маратовным, поэтому призываю вас быть активными и участвовать в нашем процессе дискуссии. Ну и сейчас, Евгения Маратовна, скажите пару приветственных слов нам. Ну, во-первых, я рада всех приветствовать, всех, кто к нам присоединился в прямом эфире, всех, кто нас посмотрит еще в записи и поблагодарить Валерию Олеговну за такую честь поучаствовать в первой передаче цикла. Я надеюсь, что у нас сегодня будет интересная беседа и тоже, в свою очередь, призываю вас в ней активно участвовать. Мы видим чат в прямом эфире, вы по ходу можете задавать какие-то вопросы в конце, мы с удовольствием обсудим в том числе те темы, которые интересуют вас, если вдруг мы что-то из интересующего вас не затронем. Ну и давайте, Евгения Маратовна, уже готовясь к этой передаче, я попросила и коллег, и просто своих знакомых, друзей собрать вопросы наиболее актуальные к детскому гастроэнтерологу. И начнем мы, наверное, вот с такого волнующего каждого родителя вопроса, поскольку мы все сталкивались с тем, что у ребенка хоть раз в жизни обязательно заболевает живот, его тревожит то запоры, то поносы, вздутие живота. И вот такие вот проблемы, они, казалось бы, с одной стороны, на них иногда закрываешь глаза, иногда это становится действительно как-то тревожно и слишком уж часто и постоянно. Вот в каких ситуациях все-таки, когда ребенок беспокоится и жалуется на тошноту, вздутие, боль в животе, нужно обращаться к гастроэнтерологу, к детскому, нужно подумать о каких-то дополнительных обследованиях, какие-то обследования вот в таких случаях? Практически такой очень большой пласт вопросов, такой ответ, на который будет подразумевать повседневный гастроэнтерологический амбулаторный прием. Действительно, самые частые жалобы – это боли в животе у ребенка, это какие-то нарушения стула, что-то могут увидеть родители, на что-то ребенок уже в какой-то момент может пожаловаться. И вот в отличие, например, от взрослой гастроэнтерологии у нас, у педиатров, есть такая дилемма, то есть ребенок, пока он маленький, когда он еще не говорит, он сам ничего сказать не может, поэтому родители в первую очередь на какие-то более объективные вещи, чем жалобы, обращают внимание. На внешний вид стула, на какие-то кожные высыпания, на чистоту этого стула, да, то есть и нам зачастую приходится разбираться с тем, что беспокоит родителя, а вот действительно, когда ребенок уже начинает говорить, одно из его первых жалоб может стать, что мама болит живот, да, и здесь уже любой сигнал о боли ребенка для родителя, он становится, безусловно, тревожным. И здесь, с одной стороны, действительно нельзя закрывать глаза на то, что ребенка что-то беспокоит, и для начала все-таки нужно обратиться к педиатру, ну и уже педиатр после первичного осмотра ребенка, после собеседования с родителями уже принимает решение, насколько беспокоящие симптомы, насколько есть то, что мы называем красными флагами симптомы, когда действительно уже нужно обратиться к узкому специалисту, в частности к гастроэнтерологу, чтобы принять решение о каком-то дополнительном обследовании. Расскажите нам, какие это действительно симптомы тревоги, которые должны действительно насторожить, чтобы родитель пошел к врачу? Ну, в первую очередь, то, как это часто происходит, да, то есть ребенок подходит к родителю и говорит, что у него болит живот, и дальше мы обычно у родителей спрашиваем, что происходит дальше, да, как вы реагируете, что ребенок дальше делает. И зачастую родители говорят, что, ну, он подошел, сказал, что болит живот и побешал дальше заниматься какими-то своими делами, сходил в туалет и, в принципе, дальше, если его не переспрашивать, ведет какую-то свою повседневную активность и вроде бы как явно не страдает, да, то есть, в принципе, это то, что требует на этом этапе только наблюдения. А вот когда вы видите, что боль, на которую жалуется ребенок, причиняет ему действительно страдания, беспокойства, когда ребенок не может выполнять свои какие-то повседневные активности, если это ребенок, допустим, младшего возраста, он не играет, он больше лежит, он отказывается, допустим, идти в детский сад. Если мы говорим о детях школьного возраста, когда они из-за боли вынуждены пропускать школу или возвращаться из школы раньше, потому что заболел живот, это уже требует такого более пристального внимания. Ну и, конечно же, у нас есть в дополнение к болям, например, симптомы, которые вот мы всегда говорим, что они красные флаги и они все-таки требуют разбирательства с врачом. Это, например, появление крови, примесей крови в стуле, либо если есть рвоты в рвотных массах, да и сами рвоты какие-то повторяющиеся тоже уже, по сути дела, в дополнение к болям в животе являются красным флагом. То, что касается детей, вот, например, в отличие от взрослых, у нас есть еще такой симптом, как нарушение развития, да, и взрослый врач-гастроэнтролог получает уже, скажем так, готовый развитый организм, который уже до какого-то момента рос и развивался, и вот он уже своего такого пика в этом плане достиг. То, что касается педиатрии, мы наблюдаем ребенка на разных этапах развития, и действительно патология желудочно-кишечного тракта может вносить свой такой очень значимый вклад в физическое развитие, то есть в то, как ребенок растет в длину и в то, как он прибавляет вес, например. Поэтому, если ребенок выходит из рамок соответствующих возрасту показателей физического развития, особенно если он отстает в весовых показателях, особенно если он не просто отстает, а если он начал терять вес, да, то есть вот это тоже для нас всегда становится красным флагом. Еще можно отметить какие-то изменения стула, которые, например, тоже выходят за рамки хоть и таких достаточно широких, но все-таки детских норм. По частоте стула, например, и по консистенции, то, что мы называем диареей, когда стул чаще трех раз в день и не оформленный, и это происходит длительно, да, то есть какие-то разовые эпизоды, они возможны на фоне особенности рациона, да, и на фоне каких-то острых кишечных инфекций, которые часто проходят сами в течение нескольких дней. То есть частый жидкий стул и затяжной характер такого явления, он требует тоже врачу обращения. Евгения Маратовна, если заболел живот, допустим, и два дня жидкий стул, это еще не повод впадать в панику и бежать к доктору, да? По сути, да, по крайней мере, не гастроэнтерологу, потому что зачастую это действительно какие-то острые инфекционные состояния. Это касается банальных каких-то респираторных симптомов, да, дети часто переносят респираторные инфекции, особенно в дошкольном возрасте. Это же касается кишечных симптомов, тошнота с рвотой, какие-то нарушения стула в сторону послабления, боли в животе, как правило, это сочетание, плюс-минус повышение температуры, возможно, не до высоких цифр. То есть, в принципе, если это понятная история, очевидная в семье, кто-то еще заболел в саду, в школе, то педиатра для начала будет достаточно. Но если какие-то жалобы затягиваются, возвращаются в течение уже такого длительного времени, это уже будет требовать приема гастроэнтеролога и уже более тщательного разбирательства и поиска хронических причин. А все-таки, Евгения Маратовна, если вот такой ребенок попадает к вам на прием, к детскому врачу попадает на прием, все равно, наверное, когда мы говорим о детях, это все-таки большая доля, даже среди взрослых, большая доля пациентов, это пациенты с функциональными заболеваниями. У вас среди детей, я думаю, процентов 90, наверное, пациентов, это пациенты функциональные, но тем не менее, вот к вам родитель пришел, он обеспокоен. Будете ли вы обследовать этого ребенка и какие вот методы обследования допустимы в таких ситуациях? Да, так же, как и у взрослых гастроэнтерологов, безусловно, особенно на амбулаторном этапе, подавляющее большинство обращений, они в итоге уложатся в критерии функциональных нарушений. И у нас в детской гастроэнтерологии мы также пользуемся римскими критериями последнего четвертого пересмотра 2016 года, где, как вы знаете, отдельно выделена педиатрическая категория, при этом она поделена даже на две части. Это дети раннего возраста, примерно до 4 лет, как раз-таки те, которые не могут еще сами описать свои жалобы, поэтому более старшие критерии к ним неприменимы. Мы все их помним, что там нужно достаточно подробное описание самого пациента, что, как, сколько там по времени он чувствует. Вот. И есть уже римские критерии для детских функциональных нарушений желудочно-чешечного тракта для детей более старшего возраста, когда они уже могут описывать какие-то свои ощущения, и они действительно больше похожи на взрослые. И в большинстве случаев и нарушение стула по частоте, по консистенции, и болевой какой-то абдоминальный синдром укладывается в частые функциональные нарушения. Но вот как раз-таки наличие вот этих красных флагов должно заставить врача-гастроэнтеролога или педиатра изначально все-таки проверить ребенка на какие-то, возможно, органические причины, которые могут потребовать дополнительного обследования. И в отличие, например, от взрослой практики, где такая достаточно высокая, например, онконастороженность, особенно в более старшей возрастной категории, у нас в педиатрии, в детской гастроэнтерологии онконастороженность может быть не так выражена, потому что все-таки это крайне редкие такие ситуации. Но зато мы в педиатрии, особенно с маленькими детьми, можем столкнуться с врожденными какими-то заболеваниями, с обменными, например, заболеваниями, которые могут проявляться диспептическими симптомами, с врожденными пороками развития, которые могут проявляться симптомами, которые, в принципе, без дополнительного обследования на каком-то этапе могут быть неотличимы от функциональных, то есть неспецифические. Поэтому у нас вот такая вот настороженность. Но, к счастью, чем старше становится ребенок, тем симптомы все более и более типичны, их проще интерпретировать, исходя из ощущений самого ребенка, и здесь уже принятие решения о каком-то дополнительном обследовании о красных флагах, оно все больше оценивается на ощущениях самого ребенка. Но вот в первую очередь симптомы красной флаги заставят нас ребенка обследовать. Это обычно стандартная какая-то хотя бы минимальная лабораторная обследование, общий анализ крови, какие-то биохимические основные показатели. И для нас всегда стоит такой вот вопрос, в какой момент нам включаться, например, с инструментальной диагностикой. Да, у нас есть достаточно рутинные такие методы, это ультразвук, например, но, к сожалению, ультразвук на многие вопросы, например, наличие воспалительной патологии слизистой оболочки, живущей чешечной тракт, нам не отвечает. Поэтому для нас всегда вопрос, когда нам, например, принять решение о необходимости эндоскопического обследования, там, изофагогастродуоденоскопии, да, или колоноскопии, что мы ищем, какие биоптаты мы будем запрашивать у эндоскописта, да, то есть вот, пожалуй, это тот минимальный набор обследований, которые для начала мы принимаем решение в зависимости от тех или иных симптомов, что мы на них пойдем. Я почему задаю этот вопрос? Потому что, ну, будучи тоже врачом-гастроэнтерологом, очень часто обращаются ко мне родители детишек, вот с тем, что болит живот у ребенка, и они уже побывали у врача детского, и тот им назначил УЗИ, на УЗИ обязательно написано признаки хронического панкреатита, дискинезии желчевыводящих путей, проведена гастроскопия или анализ на хеликобактер пилори, но мы, наверное, об этом чуть позже остановимся. И ребенку там в возрасте 10 лет ставят диагноз хронический гастрит, ассоциированный с хеликобактер пилори, и вот такому малышу назначается просто с болью в животе, вот как раз той, которую вы описали, там, периодически чередование запоров диареи, боль, там, где-то вздутие. Назначается мощнейшая там антихеликобактерная терапия, да, назначаются прокинетики, назначаются спазмолитики, и это все в отношении вот детей, причем это делается врачами-гастроэнтерологами. Поэтому здесь вот вопрос, наверное, такой, что вот как эту функциональную патологию, да, отличить действительно от органичности, и нужно ли вот такие радикальные вмешательства? Достаточно много исследований проводятся по этому поводу, чтобы оценить в итоге информативность и диагностическую значимость вот этого обследования. Опять же, чтобы найти ту грань, как не нанести какой-то потенциальный больше вред ребенку, особенно когда мы говорим об инструментальных обследованиях, потому что все-таки это достаточно так вот значимо, то есть ребенок должен быть приведен в медицинское учреждение. Ну, ультразвук это еще ладно, но если эндоскопия, то это решается вопрос седации, если это колоноскопия с подготовкой, да, то есть для ребенка, для взрослого, это достаточно тяжелая такая история, для ребенка тем более. Поэтому, конечно, нужно взвесить все «за» и «против», когда мы принимаем такое решение, и врач должен на этапе собеседования с родителями проскренировать очень тщательно на наличие вот этих симптомов красных флагов, потому что если их нет, и исследования это показывают, что вероятность что-то найти на этой дополнительной диагностике стремится, ну, практически к минимуму. Безусловно, можно сделать кучу обследований, и могут быть какие-то случайные находки, но вопрос в том, что зачастую, даже если эти находки есть, они не объясняют тех жалоб, которые есть у ребенка. Вот, поэтому вот эта грань, она очень тонка, и в этом, наверное, состоит такое вот некоторое искусство врача, педиатра, не только гастроэнтролога, а вообще педиатра, где вот эта грань, когда мы имеем дело с каким-то функциональным расстройством или каким-то возрастным переходным самопроходящим состоянием, и когда у нас есть какие-то вот эти флажки, которые все-таки нас доставят принять решение об более тщательном обследовании этого ребенка, который действительно может быть для него потенциально неприятно, но тем не менее мы понимаем, что мы хотим какую-то конкретную информацию получить. То есть, резюмируя, если ребенок с какими-то жалобами, но без симптомов тревоги, то, наверное, стоит склониться все-таки в сторону более аккуратного его введения и невмешательства, нежели чем вот такого активного инструментального обследования. Да, у нас есть еще два таких, пожалуй, красных флага, все-таки лабораторных, да, поэтому все-таки детей с хроническими какими-то диспептическими жалобами, у нас есть такая рекомендация, в том числе даже если мы изначально подозреваем функциональное нарушение, проскренировать ребенка на целиакию, например, да, потому что она очень многогранна по своим проявлениям, от минимальных тех же вот повседневных диспептических вещей, бессимптомного даже иногда малосимптомного течения, до каких-то типичных таких клинических проявлений в виде там жидкого стула, оставания в физическом развитии, болей в животе, и скрининг на целиакию сейчас достаточно доступен, и он высоко информативен. Ну и второе, особенно это касается детей все-таки уже такого ближе к школьному возрасту, особенно с хроническими какими-то болями в животе, это скрининг на неспецифическое воспаление в кишечнике, это калнофекальный кальпротектин, то есть это тоже такой лабораторный красный флаг, если он не повышен, то, скорее всего, вероятность найти что-то воспалительное в нижних отделах, ну, наверное, минимально, да, то есть вот это два таких вот обследования, которые... с анализом кал на дисбактериоз, не нужно ли его сдавать, потому что вот это вот как бы излюбленный метод обследования в нашей стране, что если что-то болит, вздувается и нехорошо в животе, то надо посеять кал и сделать на основании этого какие-то заключения и полечить пробиотиками. Вот расскажите, пожалуйста, и ваше отношение, и отношение современной медицины к этому анализу и к лечению пробиотиками, вот при функциональных состояниях у детей. Ну, нужно сказать, что за вот опыт такой уже амбулаторный, достаточно длительный, что всё реже и реже всё-таки приходят родители с анализами калонезобактериоз, с разными методами уже сейчас пытаются, да, там, посев уже, может быть, не так модно, да, то есть есть какие-то альтернативные методики, но нужно сказать, что действительно ко мне, по крайней мере, может быть, мне везёт, не так часто это приходит, но я знаю, что коллег это очень волнует, это такой вот вопрос и такая проблема частая, потому что мы говорим о том, что, да, дисбактериоз существует, дисбиоз, там, да, нарушение состава, разнообразие видового кишечного микробиота, безусловно, это явление, и, возможно, оно отчасти лежит в основе многих жалоб, но другой вопрос, первый вопрос, это как определить то самое видовое разнообразие и его индивидуальные какие-то особенности у конкретного человека, то есть зная, что в составе кишечный микробиот это тысячи видов и более различных микроорганизмов, а не те 15, которые могут быть там в посеве каланодисбактериоза, даже не те несколько десятков, которые могут быть в каких-то других анализах, да, то есть понятно, что все эти анализы не дают представления о том разнообразии, которое потенциально есть в кишечнике у любого человека, чем бы он потенциально связанным с микробиотой не болел, и даже если используются какие-то значимые методики, там, секвенирование всяких этих генома, там, биоптатов, генетические вот эти вот методы исследования, да, мы можем получить, возможно, более достоверную информацию, но, к сожалению, на данный момент у нас нет какого-то рабочего, рутинного инструмента, чтобы как-то значимо и стойко вмешаться в состав кишечной микробиоты так, чтобы, ну, например, вылечить какое-то конкретное заболевание. Попытки ведутся, например, там, фекальная трансплантация, да, при клостриде ассоциированных каких-то состояниях, при, там, неспецифическом язвенном колите тоже отчасти какие-то варианты связаны обострении с клостридеальной инфекцией, но пока это такие эксперименты, что прям вот на начальном уровне такой вот науки, чтобы мы могли говорить, что это рутинно нам нужно, поэтому определять, так как мы дальше не знаем, как это использовать, даже генетическими методами, ну, наверное, пока рутинно это преждевременно, тем более, если мы говорим о методиках, которые информативности не несут в виде посева, там, какого-то, да. То есть, резюмируя, анализ каланодисбактериоза давать не нужно ни при каких обстоятельствах? На данный момент я бы сказала, что да, тем более, ну, на мой взгляд, все-таки любые исследования изначально должен назначить врач и разъяснить пациенту, зачем он назначает ему эти исследования, что мы будем делать с результатами потом, как эти результаты потенциально могут повлиять на нашу дальнейшую тактику, чтобы пациент, ну, понимал, что ему потом делать с этими результатами, потому что зачастую они приходят с анализами, которые либо какой-то другой врач назначил, либо они сами решили, что это нужно, и потом приходится просто вот делить вот в этой горе анализов, что-то очень нужное от, скажем так, не очень нужного, чтобы не обесценивать старания пациента. А вот у нас во взрослой практике, например, мы делаем такой анализ, когда есть подозрение все-таки, что что-то не так, на патогенную кишечную флору, то есть на сальмонеллы, шигеллы, вот это нужно делать детям? Это возбудители кишечных инфекций в некоторых ситуациях при острых симптомах, когда мы понимаем, что, ну, может быть, это не совсем что-то такое самоэлиминирующее, типа ротовирусной или какой-то вирусной диареи, или чтобы убедиться, что это действительно инфекция, мы назначаем возможный посев на такие патогены, да, вот те, которые вы перечислили, или сейчас у нас более так в ходу, это ПЦР, кал на возбудители кишечных инфекций, там еще просто можно и вирусы обнаружить, поэтому, ну, для нас, нам кажется, что это более информативно, хотя зачастую это никак не меняет дальнейшую тактику, потому что большинство из этих состояний самоэлиминирующиеся, даже бактериальные острые кишечные инфекции, при нетяжелом их течении, и у детей в том числе, они антибактериальной терапии не требуют, это только симптоматическая терапия. Ну, то есть широкого применения это тоже не имеет, вот эти анализы калла? В обязательном порядке скорее нет, чем да, это больше так вот обсуждается с родителями, если действительно мы принимаем решение, что вот кому-то это сейчас вот важно для знания. Значит, фекальный кальпротектин, скрининг на целиаке, а как насчет глистных инвазий или амблиоза, вот тоже такой очень излюбленный тест, и родители все время спрашивают. Если говорить про анализы калла, то правильно сданные, да, в принципе, они информативные, единственное, что уходит такой миф, что анализы калла на, там, яйца глистов на простейших, со скоб на интервью, что это что-то не информативное, что найти гельминты в калле, это маловероятно, они все равно есть, но если вы трехкратно ребенок сдает, ему сдает анализ калла на как раз вот паразитозы, и мы ничего не находим, ну, наверное, придется уже смириться, что все-таки ничего нет, потому что если мы говорим про кишечные паразитозы, все-таки вероятность найти, там, яйца, глистов, сами какие-то, да, паразитов в кале, она достаточно большая. Это не сказать, что это какая-то кузуистика, у меня только за последние полтора месяца три аскоридоза, вот, где действительно это были аскориды. А как сейчас вообще вот аскориды или амблии вызывают действительно симптомы у детишек, или они вот бессимптомно протекают? Ну понятно, что пациенты приходят с какими-то симптомами уже, но вот в моем случае как-то часто они приходят, когда у них уже диагностирован какой-то гельминтоз, поэтому сложно сказать, то есть они все равно приходят уже даже после пролечивания с какими-то жалобами. Но здесь мы можем предполагать, как это в принципе и концепция исследования тех же генеза исходного функциональных нарушений, что в основе каких-то вот этих хронических уже в итоге функциональных жалоб лежит в том числе, возможно, исходная какая-то острая кишечная инфекция, паразитоз, который запускает потом вот эту всю цепочку патогенетическую, которая остается с пациентом надолго, иногда практически на всю жизнь, при синдроме раздраженного кишечника, например, когда повышается висцеральная чувствительность. То есть зачастую, если вы вспомните, в том числе взрослых пациентов, к вопросу о связи между детством и уже взрослым возрастом в гастронетрологии, так как я тоже достаточно длительно принимала взрослых пациентов, когда они рассказывают про свои хронические жалобы, они зачастую не могут точно назвать, когда все это началось, вот какую-то исходную точку, но частенько они говорят, что это с детства кто-то, и я вот помню, что это было достаточно часто, указывал, что вот я был там где-то летом в лагере, перенес какую-то инфекцию, лежал там в больнице, и вот потом я так и не восстановился, и с тех пор вот у меня все как-то вот в моем желудочно-кишечном мире все как-то пошло не так. Это как раз тот вопрос, который я у вас хотела спросить, да, о том, почему вот если мы все-таки в большинстве случаев не выявляем целиакию, не выявляем гельминтов, не выявляем кишечные инфекции, то есть приходим к мысли, да, что вот у человека функциональная боль в животе, допустим, у ребенка, вот что же приводит-то к возникновению этих функциональных заболеваний у детишек, то есть вопрос к тому, что может сделать родитель для того, чтобы вырастить все-таки здорового ребенка без функциональных заболеваний, без вот этих болей в животе, которые потом будут переходить во взрослую жизнь, вот это может быть нужно его правильно кормить как-то, оберегать от стрессов, оберегать от кишечных инфекций, там, оберегать от собак, от кошек, ну то есть вот есть какие-то общие рекомендации, которые каким-то образом позволят вот оградить малыша от развития функциональной патологии желудочно-кишечного тракта? Мы можем, конечно, да, сформулировать группу вот этих вот факторов, которые потенциально могут сносить вклад в патогенез, и многие из них действительно лежат еще в самом даже младенчестве, и сейчас даже уже как-то немножечко считается немодно, да, называть функциональные нарушения, нарушения в системе взаимодействия головной мозг-кишечник, да, то есть даже уже от термина функциональные нарушения как-то стараются отходить, и здесь действительно очень много факторов, которые на эти связи влияют, и если говорить о младенчестве, например, что, да, мама может сделать такого, чтобы ребенок рос здоровым, в том числе, со стороны желудочно-кишечного тракта, ну, в первую очередь, такие факторы, которые влияют на дальнейшее восстановление кишечного микробиота, а мы сейчас знаем, что как раз-таки кишечная микробиота, выделяя различные нейромедиаторы в кишечнике, она, по сути дела, выполняет очень важную роль вот в этом взаимодействии, да, соответственно, если мы говорим о младенцах, то это вид родов, да, то есть рожден ребенок кесаревым сечением, допустим, или это естественные роды. Естественные роды, получение нужной микробиоты, прохождение через естественные родовые пути, это вот такой вот фактор благоприятно влияющий. Далее, приложить ребенка к груди сразу в родзале, чтобы он уже сразу получал ту самую микробиоту с кожей матери, с молозивом, да, это тоже фактор, который будет способствовать правильному становлению кишечной микробиоты в дальнейшем таким более благоприятным исходом. Тип скармливания ребенка. Безусловно, грудное вскармливание множественными механизмами благоприятно влияет на множество отдаленных последствий у ребенка позитивно, и это же относится к функционированию желудочно-кишечного тракта. Опять же, многие механизмы реализуются через кишечную микробиоту, это и содержание различных макро- и микронутриентов, это ольгосхориды грудного молока, да, которые сейчас очень активно изучаются, и это то, что невозможно на данный момент воспроизвести и добавить в смесь. Поэтому, безусловно, нужно родителям разъяснять еще на этапе беременности, подготовки к беременности, что важно кормить ребенка грудью, потому что это закладывает его здоровье на всю последующую жизнь, в том числе это касается желудочно-кишечного тракта. Минимизировать использование антибиотиков, да, потому что использование антибиотиков, какими бы они узким спектром не обладали, это всегда воздействие на кишечные микробиоты по давлению видового разнообразия. Поэтому, если антибиотик не показан или есть сомнения, то, конечно, скорее всего, без этого можно обойтись. Понятно, что бывают ситуации, без них не обойдешься. Вопрос. Если так случилось, что все-таки ребенок родился кесаревым сечением, его там сразу или там через какое-то время он получил массивную антибиотикотерапию, маме по каким-то причинам вот она не смогла кормить ребенка грудью, есть ли у нас сейчас какие-то, это я подвожу к вопросу к пробиотикам, да, какие-то методы, которые, в общем-то, позволят скорректировать это все, обогатить микробиоту ребеночка, да, чтобы он... Это и пробиотики, есть еще точка зрения, что там домашние животные там разнообразят микрофлору, микробиоту ребенка, да. Вот какие-то вмешательства со стороны могут быть? Ну, я хочу сказать, что это какие-то должны быть очень редкие и тяжелые ситуации, когда все вот эти факторы риска сойдутся в бедном несчастном ребенке. То же грудное вскармливание все-таки подавляющее большинство женщин может и должны кормить грудью, и даже если так случилось, что ребенок рожден кесаревым сечением, если была необходимость в использовании антибиотиков, допустим, были какие-то осложненные роды, то грудное вскармливание это то, на что по максимуму нужно мотивировать женщину, и это пролонгированный такой эффект, то есть это вскармливание в течение года, возможно, даже нескольких лет. То есть оно скомпенсирует? Мы надеемся на это исследование, показывают, что все-таки дети, которые находятся на грудном вскармливании, даже с другими факторами риска, они меньше реализуют все эти риски остальные. Поэтому грудное вскармливание, конечно, рассматривается сейчас как такой мощнейший протективный неофактор. Какие-то факторы из грудного молока, те же пребиотические, пробиотические, есть попытки добавлять в смеси, например, те же олигосхариды, и сейчас все больше и больше мы видим смеси, в которых хотя бы те доминирующие, которые выделяются из грудного молока, уже искусственно синтезируют, абсолютно аналогичные по своему строению, и добавляют в смеси. Различные пробиотики, безусловно, это не абсолютно то разнообразие, которое может дать грудное вскармливание ребенку, но, тем не менее, есть штаммы некоторые, которые показывают свой некоторый протективный эффект, и мы думаем, что лучше с ними, чем без них. Например, те же лактобактерии Reuters, которые изначально были идентифицированы как раз из женского грудного молока. А можно спрошу про колики? Я слышала, что этот штамм бактерий каким-то образом снижает выраженность. Если говорить о том, по каким показаниям мы можем использовать пробиотики не как профилактику чего-то в дальнейшем, в каком-то отдаленной перспективе, а как лечение какого-то коррекции, ну, скажем так, какого-то состояния здесь и сейчас, то, наверное, это младенчество, это колики, и лактобактерии Reuters наибольшие такие доказательства для тех детей, которые на грудном вскармливании как раз-таки. И то, что еще касается из такого доказанных эффектов пробиотиков, когда мы их действительно используем в педиатрии, это острые кишечные инфекции. Там по штаммам какая-то доказательность нам все время прилетает разная. То говорят одно, через год там появляется какой-нибудь обзор или какое-нибудь исследование, которое говорит, что нет, данных недостаточно. Это, в первую очередь, касается лактобактерии GJ. Но, тем не менее, те данные, которые есть, ну, наверное, это лучше, чем вообще ничего. О каких-то рисках побочных эффектов практически таких данных нет, поэтому все-таки они достаточно регулярно используются. А сколько диареи мы можем ему давать пробиотики? У нас есть два таких вот штамма с высоким уровнем, ну, таким более-менее высоким уровнем доказанности, что укорачивается длительность диареи. На один день. Ну, кто-то говорит, что всего лишь на один день. Но мы-то, педиатры, знаем, что сутки диареи до ребенка могут стать фатальными в плане обезвоживания. Поэтому в педиатрии, особенно у маленьких детей, это очень значимый эффект. Это лактобактерии LGG и сахар мицета буларди. Ну, и к ним тоже по уровню доказательности приближается лактобактерия Ройтери. Поэтому при острых кишечных инфекциях с точки зрения уменьшения длительности диареи мы можем пробовать их использовать в дополнение к регистрационной терапии при оральной регистрации, потому что все-таки это основа. Ну вот, Евгения Маратовна, все-таки функциональные заболевания, они же возникают, наверное, чуть позже, не у младенцев, когда в возрасте может быть 8-10 лет, когда вот пик вот этого манифестации. Привычные для взрослого гастроэнтеролога это все-таки уже больше такой подростковый школьный возраст. Но у младенцев есть свои функциональные нарушения, которые мы выделяем, и вроде бы они такие чисто младенческие, начиная с младенчества, они заканчиваются в младенчестве, те же колики. То есть это как раз типичное функциональное нарушение желудочно-черечного тракта младенческого возраста. Это начинается в первые недели, и примерно к 4-5 месяцам у большинства детей они уже регрессируются. А колики они вообще у всех детей? Нет, не у всех. По разным данным это где-то 30-40 процентов детей, по некоторым данным это меньшая цифра. Поэтому далеко не у всех срыгивание функциональное, нарушение дефекации, дисхизия, то есть когда младенец пытается, но не может осуществить дефекацию в первые месяцы из-за несостоятельности регуляции самого акта дефекации. Есть такое функциональное нарушение, как функциональный запор, который, к сожалению, начинаясь в детском и младшем возрасте, при отсутствии должной коррекции своевременной, он может сопровождать ребенка уже в более старшем возрасте и переходить во взрослый возраст. Это, пожалуй, самое значимое функциональное нарушение, где мы можем проследить вот такой вот переход из самого, по сути дела, младенчества даже в старший и взрослый возраст. Как раз таки, не знаю, как в вашем опыте, но когда я вела пациентов взрослых, и если они приходили с запорами, вот это как раз та категория людей, которые не помнят, когда у них начались запоры. Они даже не считают уже зачастую это проблемы. Это так уже при опросе по поводу каких-то других жалоб выясняется еще у меня стул раз в 4 дня. Ну, в принципе, у меня так было всегда, меня это не особо беспокоит. Но вот мы, детские гастронологи, понимаем, что это уже история из детства, когда идет вот некоторая такая декомпенсация, в том числе анатомическая за счет перерастяжения. Вот скажите, вот вы говорите, что младенческие функциональные нарушения, они абсолютно у всех людей проходят бесследно. То есть... Кроме запоров, пожалуй, в большинстве случаев. Вот следующий этап функциональных нарушений, вот они, насколько часто от них все-таки мы можем надеяться, что ребеночек вырастет и вот это все у него... Ну вот про запор мы поняли, что запор, скорее всего, если с ним не бороться, он так во взрослую жизнь не перейдет. Ну, сейчас вы нам расскажете, что нужно сделать в детстве, чтобы этот запор не перешел во взрослую жизнь. А вот есть вообще шанс, что все остальные функциональные там боли в животе, понос там или что? Все-таки перерастет? Шанс, конечно, есть. И сказать, что все остается, конечно же, нет. Но вероятность перехода ребенка уже с каким-то типичным, допустим, функциональной диспепсией, с типичным уже СРК в подростковом возрасте, что это все-таки будет переходить в более старшем возраст, без соответствующей коррекции адекватной, да, когда мы говорим и про особенности рациона у этих пациентов, мы обсуждаем, если они чувствуют связь, и про, возможно, использование каких-то медикаментов, и про подключение, допустим, психологов к этому еще. То вероятность перейти в более старший возраст с этими же симптомами, а, возможно, с какими-то более яркими симптомами, она, конечно, больше. И вот у нас, у детей чаще мы ставим функциональная абдоминальная боль, которую мы не можем классифицировать ни под СРК еще, да, ни под функциональную диспепсию, потому что критериев недостаточные. У нас есть такое, вот одна такая сборная, сборная солянка, вот такой вот пункт в критериях. Но с возрастом у них могут начинать преобладать какие-то более уже хорошо описанными ими симптомы, которые уже взрослый гастроэнтеролог может более четко классифицировать в функциональную диспепсию, в какой-то ее конкретный вариант, или в СРК с доминированием, там, диареи, запоры, там, и так далее. Да, то есть такая вероятность, она тоже высока при отсутствии адекватной коррекции, да. Так, ну вот я вас прервала в плане того, что может сделать мама, чтобы ребенок ее вырос здоровым, да. Первое, мы поняли, грудное вскармливание и естественные роды по возможности, и как можно меньше антибиотиков. Что еще? Защищать ребенка от кишечных инфекций по возможности? Ну вот по питанию еще бы я добавила, кроме грудного вскармливания, понятно, что это такой вот временной промежуток ограниченный, хотя он очень важный. Это своевременное введение продуктов прикорма и формирование у ребенка разнообразного рациона. Опять же, все это завязано на разнообразии кишечных микробиотов, завязано на разнообразии рациона. То есть первый год жизни ребенка, он ключевой в формировании микробиота получается? Первые несколько лет, скажем так, да. То есть они как раз таки ключевые, и вот наверняка гастроэнтерологи видели вот эти картинки разнообразия кишечных микробиотов у младенца, когда он ползает, потом когда он уже ходит, и потом уже такая стагнация какая-то наступает в подростковом возрасте и до пожилого возраста более-менее такой стабильный состав кишечных микробиотов у человека. Но вот этот период становления действительно очень важен. И вот когда ребенок уже может быть не такой большой объем грудного вскармливания, уже вроде бы как разнообразный рацион, здесь действительно другие факторы тоже имеют значение. Это та среда, в которой живет ребенок, как он контактирует с этой окружающей средой. И действительно есть данные, что чем больше вот эта антигенная стимуляция какая-то, инфекции какие-то, то есть не обязательно ребенок их переносит как-то ярко, тяжело, контакт с домашними животными, с другими детьми, что в целом это, скажем так, переключает работу иммунной системы с каких-то, допустим, аллергических вариантов, аутоиммунных вариантов. И прогностически это более благоприятный путь. Такой ребенок в итоге, перенеся какие-то инфекции, допустим, в детстве, в раннем, он потом вырастает более, скажем так, крепким и здоровым, уже с меньшей вероятностью страдает и какими-то инфекциями, и аллергиями. Ну и не так много данных именно по функциональным нарушениям, но мы можем предполагать, что тоже это такой вот вклад вносит, потому что это, опять же, разнообразие кишечной микробиоты. То есть, если ребенок разнообразно питается, у него есть домашние животные, много братьев и сестер, он входит в детские учреждения и достаточно часто все равно чем-то, но болеет, он в будущем более защищен, особенно против таких серьезных заболеваний, как воспалительные заболевания кишки, аллергические заболевания, правильно? Насчет функциональных я как бы тоже не очень уверена. Ну вот в генезе тех же воспалительных заболеваний кишечника тоже отводится важное значение и разнообразию кишечной микробиоты определенным каким-то видом и особенностям иммунного ответа. И так как там немаловажное значение имеют в том числе аутоиммунные механизмы, то в целом такие, ну ряд исследований такие связи прослеживает. Но понятно, что это какие-то риски и в любом случае, если такая ситуация случается, в том числе с воспалительными заболеваниями кишечника, нужно понимать, что потенциально это может случиться с любым, но какие-то риски в определенных ситуациях, в том числе и когда мы говорим о воздействии факторов внешней среды, они тоже значимы. То есть растить ребенка в стерильных условиях не нужно? Ну последние тенденции говорят, что все-таки да, это скорее зло, нежели чем добро. Давайте перед тем, как перейти вот к таким серьезным заболеваниям все-таки, от функциональных к целиакии, к воспалительным заболеваниям, про запоры пару слов скажете нам в детском возрасте. Это такой бич детских гастронтерологов, потому что на самом деле примерно до 30-40, по разным данным, процентов амбулаторного приема детских гастронтерологов это дети с теми или иными симптомами запора, с полным симптомокомплексом, либо с какими-то отдельными симптомами, как основная жалоба, либо в процессе расспроса. И действительно, наличие у ребенка, уже особенно в школьном возрасте, симптомов хронического запора снижает очень сильно качество жизни. Зачастую это не повод обследоваться, потому что в подавляющем большинстве случаев это функциональные запоры, и если опять же нет симптомов красных флагов, там они свои, в первую очередь направлены на выявление каких-то врожденных пороков развития, которые потенциально могут приводить к упорным запорам, например, болезнь гиршпрунга, какая-то спинобифида или еще что-то такое. Но там достаточно часто эти красные флаги даже при банальном осмотре видны, можно их заподозрить, поэтому здесь нам вроде бы как бы проще. И зная вот эту статистику, что все-таки в подавляющем большинстве случаев симптомы запора связаны с функциональным характером, мы сразу можем начать ребенка лечить, и современные такие тенденции, все-таки, в отличие от многих других функциональных нарушений и в педиатрии, и во взрослой практике, это как можно более раннее назначение медикаментозной терапии слабительными препаратами. Даже если пока вы там ребенку расширяете рационно, насыщаете его клетчаткой, жидкостью, нужно как можно быстрее ребенку облегчить страдания во время дефекации, чтобы у него не закреплялось вот это вот поведение сдерживания из-за болезненности во время дефекации. А в каких препаратах? Это осматические и слабительные? Да, у нас основной выбор, так же как и у взрослых, это осматические и слабительные, они практически все рекомендованы с нуля, лактуоза для детей с нуля, с шести месяцев зарегистрированы препараты полиэтиленгликоли или макрогола он же, но зачастую истинный функциональный запор начинается как раз таки примерно с введением прикорма, то есть ближе к шести месяцам, когда характер питания меняется, характер стула меняется, он естественно уплотняется, для некоторых детей это становится таким вот беспокоящим их состоянием, ребенок уже может управлять своей дефекацией, может начать сдерживать и отсюда вот эти страдания. И чем раньше их как бы схватить, разрешить, тем с меньшей вероятностью это пойдет дальше, потому что ребенку там шесть-семь месяцев мы только вводим прикорм, у нас нечем управлять, мы не можем ему добавить больше овощей, потому что он может быть не очень хочет их есть, потому что нам нужно ввести другие продукты для разнообразия. Но когда ребенку легко и он не страдает хотя бы во время дефекации, и накормить его проще что-то, если вдруг у него какие-то есть с аппетитом, с пищевым интересом проблемы. Поэтому с запорами много тоже об этом регулярно говорю, но действительно это проблема, и есть легкое решение, высокоэффективные препараты, высокобезопасные препараты, во всем мире использующиеся, длительными курсами, не нужно их бояться ни врачам, ни пациентам, ни родителям. Это то, что позволит перейти ребенку в более старший возраст, во взрослый возраст здоровым, без хронических запоров, без нарушенного качества жизни из-за этого. То есть ключевой посыл, запоры начинать нужно лечить как можно раньше, и не бояться последствий именно от назначения препаратов. Потому что последствий от нелечного запора намного больше, чем от препаратов, даже сложно сказать, какие последствия могут быть от препаратов, честно говоря. Ну если говорить о чем-то глобальном. Так, ну Евгения Маратовна, мы почти всю программу поговорили, проговорили про функциональные заболевания. Это логично на самом деле, да. Потому что, да, больше всего детей таких. Давайте мы сейчас перейдем к каким-то более серьезным заболеваниям, к целиакии, к воспалительным заболеваниям кишки. И вот как вовремя все-таки ребенку, у которого болит живот, там иногда бывает диарея, может быть, он немножко отстает в развитии вовремя. Вот какие-то, может быть, ключевые симптомы целиакии. Какие тесты нужно своевременно сдать, чтобы диагностировать целиакию? Мы, в принципе, уже начали про это говорить, про то, что целиакия очень многообразна. От малосимптомного и бессимптомного лечения до классических каких-то симптомов диареи, потери веса, болеи в животе, вздутия. Но данные говорят о том, что классических симптомов целиакии – это примерно 15-20%. Все остальное – это низ айсберга, который не проявляется какими-то специфическими симптомами. Поэтому мы говорим о том, что практически любой пациент, особенно в педиатрии, с диспептическими жалобами, должен быть скринирован на целиакию. Это серологический скрининг, серологические маркеры. Это антитела к тканевой трансклутаминазии, IG, в идеале с общим иммуноглублином А, чтобы исключить селективный иммунодефицит, который, к сожалению, чаще этим пациентам тоже свойственен. Ну и у маленьких детей есть рекомендации, все-таки включая еще второй маркер – это антитела к эндомизию, которые позволят нам максимально перекрыть какую-то вероятность. Во всех лабораториях сейчас есть эти анализы, и в принципе… И там тоже А и G. Да, они, как правило, там суммарные, но… Да, это… Прилететь у нас А, но при селективном иммунодефиците А мы ориентируемся в том числе на G, потому что нам приходится это делать. То есть обязательно в комплексе еще мы просто создаем общий иммуноглублин. Да, да. Это стандартный такой набор, который прописан в наших отечественных рекомендациях, и вот обновились в прошлом году рекомендации Европейского общества детских гастроэнтерологов, на основании которых наши тоже рекомендации чуть-чуть сейчас обновятся. Так что это все достаточно четко прописано. Этого достаточно, если нам серологический тест подтвердил наличие антител? Или нужно все-таки делать эндоскопическое исследование про биопсию? Для исключения биопсии, для исключения целиакии зачастую достаточно. Вопрос с биопсией решается, и с эндоскопическим соответственным исследованием решается индивидуально. Допустим, если у нас маркеры попадают в серую зону, потому что мы по маркерам можем поставить целиакию, если у нас маркеры превышены в 10 и более раз повышенная антилактивная трансгутаминазия, так бывает, что они повышены, но в меньшее количество раз. Скажем так, это повод все-таки рассмотреть с родителями вопрос об эндоскопическом исследовании, о биопсии 12-перстной кишки, чтобы уточнить наличие атрофии и характерных изменений, которые могут быть при целиакии. Но если симптомы какие-то в той же хронической диареи, когда мы понимаем, что могут быть какие-то другие энтеропатии, здесь тоже вопрос решается с эндоскопическим исследованием, с биопсией, чтобы исключить, кроме целиакии, другие варианты энтеропатии, которые мы можем только на биопсии увидеть. Но опять же, хроническая диарея, вроде бы как целиакия, мы должны проскринировать, это один из самых типичных симптомов, но еще у детей постарше, скажем так, уже ближе к школьному возрасту, мы должны быть насторожены в плане ВЗК, которые тоже могут быть действительно с красными флагами протекать ярко, но могут быть и такие вот исподволь начинающиеся, тоже какой-то неустойчивый стул, просто тоже боли в животе, плюс-минус какие-то, допустим, ночные симптомы тех же болей или диареи. То есть здесь мы уже будем решать вопрос об эндоскопическом исследовании и нижних отделов, и верхних. И рекомендации мировые, в том числе, нам говорят о том, что если мы подозреваем ВЗК, то мы должны сделать и леоколоноскопию, и эзофагогастрододоноскопию, потому что понимаем, что может быть болезнь крона, даже несмотря на то, что есть симптоматика, может быть только стороны нижних отделов, могут быть признаки со стороны верхних, поэтому желательно все это объединять. А вот целиакия, если она у ребенка есть, она в каком возрасте все-таки манифестирует? Вот когда, например, мама может быть уверена, что если у ее ребенка понос начался в 10 лет, то это не целиакия? Или нет такого ориентира возрастного? Есть, скажем так, ориентир минимальный, то есть до тех пор, пока ребенку глютен в рацион не введен, мы про манифестацию целиакии говорить не можем. Поэтому, если мы разбираем какую-то ситуацию, симптоматика у ребенка до 6 месяцев, когда не введен глютен, то мы здесь про целиакию, про скрининг не говорим об этом. Если мы говорим о ребенке более старшего возраста, то есть априори ребенок старше года, если не было по каким-то причинам у него ограничений в глютене, то мы должны провести скрининг на целиакию. Есть некоторые данные, которые говорят о том, что у самых маленьких детей даже маркеры еще могут не накопиться, вот здесь они могут попасть в серую зону, может понадобиться дополнительное эндоскопическое исследование или, возможно, пересмотр маркеров через какое-то время, если симптоматика будет сохраняться, но такое возможно. То есть, если целиакия есть, она все-таки манифестирует в раннем детском возрасте? В том-то все и дело, что она может ярко вообще не манифестировать никогда, поэтому на данный момент скрининг на целиакию включен в том числе многие патологии и у взрослых. Например, невыношение беременности у женщины, то есть она могла всю жизнь жить припеваючи, все у нее вроде бы хорошо, нет каких диспептических жалоб, но сейчас мы знаем, что целиакия может давать и такие симптомы, которые вроде бы совсем нетипичны. Поэтому в этом и коваж по целиакии. А лечение включает только ограничения? В принципе, если нет каких-то осложнений, то это, в первую очередь, элиминационная диета с исключением глютена пожизненно. Это, пожалуй, единственное состояние, которое требует пожизненного исключения какого-либо продукта. Ну, кроме, может быть, еще доказанных каких-то пищевых аллергий. Это действительно такая тоже детская история больше для детей раннего возраста свойственна. Не знаю, сталкиваетесь ли вы с пищевыми аллергиями у взрослых. У нас был вопрос в чате, знаем ли мы взрослых, которые живут там на пяти продуктах, потому что они не переносят все остальное. Я могу сказать, что я в своем опыте не знаю, не припомню никого из взрослых пациентов, которые бы, будучи в таком здравом уме и памяти, себя ограничивали из-за чего-то настолько, что ели буквально пять продуктов и придерживались такой диеты длительно, и не страдали бы от нее. То есть здесь скорее нет, чем да. И пищевые аллергии, гастроэнтерстинальные какие-то формы – это история детской гастроэнтерологии все-таки больше. И отсюда мы делаем вывод, что, как вот родители всегда хотят услышать, перерастет или не перерастет. В подавляющем большинстве случаев перерастет и, скорее всего, даже не перерастет, а более какие-то вещи станут очевидны тогда, когда ребенок достигнет того возраста, когда он сам сможет описывать свои ощущения. То есть пищевая аллергия существует? Это не выдумки тревожных мам? Нет, это не выдумки тревожных мам. Но, к сожалению, сейчас много гипердиагностики. Не всегда у родителей, может быть, даже иногда у врачей нет понимания, где грань между аллергией, целиакией… Непереносимостью. Непереносимостью, что, по сути дела, такой собирательный термин – это если у тебя нет доказанной целиакии, нет аллергии, но вот что-то на продукт не так. А, по сути дела, ребенок сам описать не может. Это родители по каким-то косвенным признакам догадываются. Поэтому здесь все очень индивидуально. Но мы всегда должны быть на стороне ребенка. И если мы понимаем, что нет веских оснований для строгих ограничений в рационе, стремится рацион расширить. Потому что мы, опять же, сказали, что разнообразный рацион – это один из важнейших факторов здоровья. Скажите, пожалуйста, а вот если у ребенка мы исключили диагноз целиакии, исключили диагноз ВЗК, у него нет кишечных инфекций, нет гельминтов, но вот очень сильно вздувается живот, болит, и вот прямо очевидно, что ребенок страдает, нужно ли нам еще исключать непереносимость молока у этого ребенка, сдавать какие-то тесты? Актуально ли это для детей, вот так же, как для взрослых? Ну, под непереносимостью обычно взрослые гастроэнтерологи имеют в виду лактазную недостаточность. Да. И здесь вот много таких нюансов терминов – лактазная недостаточность, то есть это недостаточность фермента лактазы. При этом может не быть непереносимости, то есть может не быть клинических симптомов у человека, он пьет молоко, ест молочные продукты, и, в принципе, никаких проблем у него нет. Это в первую очередь связано с тем, что большая достаточно часть лактозы расщепляется не лактазой, которая в нашей кишечной стенке детерминирована нашими генами, а лактазой, которую выделяют бактерии в кишечнике. Да, поэтому человек, который регулярно употребляет молочные продукты, даже если у него своей лактазы мало, он имеет тех бактерий, которые лактазу расщепляют, и, в принципе, достаточно неплохо переносит. Если все-таки человек не переносит, ну, пожалуйста, пусть не ест молочные продукты, содержащие лактозу, и, в принципе, 70% мировая статистика взрослых людей уже развивает симптомы взрослого типа лактаза недостаточно генетически детерминированной. Соответственно, вопрос, можем ли мы считать патологией то, что есть у 70% взрослых людей, скорее, это вариант нормы, и большинство взрослых людей, да, уже, наверное, минимизируют в своём рационе цельное молоко, но хорошо едят и любят сыр, да, твёрдый творог, да, то есть продукты, содержащие из молока, да, но не содержащие или содержащие минимум лактозы, которые никак их состояние не усугубляют. А как вот для детей, насколько эта проблема актуальна? То, что касается генетической лактазной недостаточности, если вы помните, это вообще обследование на лактазную недостаточность взрослого типа. Это уже априори говорит о том, что у детей она не развивается. Да, у них есть эти гены, но природа их заблокировала, потому что как раз-таки у ребёнка в рационе очень много лактозы, например, грудное вскармливание, да, потому что грудное молоко настолько богато лактозой, что никакая корова, коза и другие животные с этим не сравнятся. У ребёнка лактотрофное питание, поэтому природа эти гены ему в первые годы блокирует. А как раз-таки уже после 5 лет и старше уже могут начаться проявляться симптомы генетически детерминированной лактазной недостаточности. Но, опять же, это не патология, это не повод убирать всю молочку. Если родители и ребёнок видят на цельное молоко диспептические, как правило, реакции, то есть это не аллергия, это просто вздутие живота, послабление стула, могут быть боли. Ну, как правило, они возникают в течение нескольких часов после употребления молочных продуктов, эта связь очевидна. Ну, да, тут уже можно ограничить и перейти на кисломолочные продукты и чувствовать себя прекрасно, сохраняя разнообразный рацион. Незаболевания большого смысла обследовать, делать какие-то специальные тесты не нужно. Просто если мама видит, что ребёнку нехорошо от молока, она избирает цельное молоко. Если это ребёнок уже всё-таки такого дошкольного и более старшего возраста, тогда это можно рассмотреть. Но всё-таки лактазная недостаточность может быть и вторичной. На фоне, например, тоже целиакии, воспаление какого-то при ВЗК, при поражении тонкой кишки. Поэтому, если есть симптомы, нужно обратиться к врачу и с врачом уже вместе проанализировать какие-то провокаторы, другие факторы, какие-то действительно красные флаги, чтобы понять, нужно ли обследоваться и что обследовать. Потому что это точно будет не анализ на гены лактазной недостаточности взрослого типа, а это будут те обследования, о которых мы говорили раньше. Так, и давайте про воспалительные заболевания кишки тоже. Хоть пару слов мы их упомянем. Вот как часто вообще дети страдают ВЗК? И если, например, мама видит у своего малыша, там, частый стул жидкий, с кровью, там, с небольшими, да, прожилками крови, со слизью, вот стоит ли пугаться или все-таки ВЗК для детей, это очень редкая нозология? И еще такой вопрос сразу. Вообще возможно выздороветь, да? То есть вот в детском возрасте малыш заболел, ему установили диагноз, допустим, болезнь крона, или все, это уже приговор на все оставшиеся жизни? ВЗК, воспалительные заболевания кишечника, это все-таки хронические заболевания, от которых, ну скажем так, исцелиться, как, может быть, думают иногда родители и хотят этого исцеления, к сожалению, нельзя. При адекватной терапии и при благоприятном течении обстоятельства можно добиться длительной, хорошей, медикаментозной, чаще всего, ремиссии, и в итоге жить всю жизнь, да, принимая, там, допустим, какую-то поддерживающую дозу основных базисных препаратов и абсолютно ничем не отличаться по качеству жизни, в том числе от всех остальных людей. И это тоже нужно, чтобы врачи доносили, да, то есть если это ВЗК, мы понимаем, что это навсегда, да. Далее, действительно, примерно треть-четверть ВЗК дебютирует в детском возрасте, но это все-таки, как правило, не ранний детский возраст, а дети уже ближе к такому школьному, даже школьному подростковому возрасту. И зачастую симптомы начинаются из подволь, и они могут быть неспецифические в детском подростковом возрасте, и врач-гастроэнтеролог взрослый может получить уже этого, скажем так, вот взрослого, да, молодого взрослого, у которого действительно длительные диспептические жалобы. И, к сожалению, так может сложиться, что этого ребенка не скринировали, да, ни на кальпротектин, не, соответственно, не проводили никаких дополнительных эндоскопических обследований, возможно, ввели его как функциональное нарушение. А основные методы диагностики – это эндоскопия и фекальный кальпротектин? Первоначально, ну, конечно, есть и лабораторные такие общие показатели воспаления, это все мы, безусловно, смотрим, ананомию скринируем, потому что тоже этим пациентам часто это свойственно. Но вот для принятия решения об эндоскопическом обследовании мы зачастую ориентируемся на фекальный кальпротектин и красные флаги клинические, потому что даже если кальпротектин нормальный, но у ребенка регулярно кровь в стуле, послабление и другие красные флаги клинические, мы все равно пойдем на колоноскопию, потому что, ну, к сожалению, так бывает, что и кальпротектин не всегда при воспалении повышается. Да, чаще повышается, но есть пациенты, у которых этого не происходит, поэтому в любом случае мы на клинику ориентируемся так же, как и на фекальный кальпротектин не менее. Поэтому взрослым гастроэнтерологам к молодым пациентам с вот этими симптомами красными флагами в этом плане тоже нужно иметь настороженность, ну, а детским в подростковом возрасте тоже не забывать, что у нас настороженность всегда на ВЗК должна быть. Спасибо. И совсем немного времени, наверное, мы чуть-чуть затронем проблему гастритов, если вы не возражаете. Давайте попробуем. Вот у нас, у взрослых, у взрослых каждый первый человек, который приходит с жалобами на боль в животе, он уходит от врача всегда с диагнозом хронический гастрит. Вот как у вас дела обстоят с детьми, болеют ли дети гастритом, ну и самое главное сразу про гастрит, да, выявляют ли им хеликобактер пилори, то есть назначается ли им тестирование на эту бактерию, и если она выявлена, то лечат ли детей от хеликобактер пилори? Какой в этом смысл и идеи? Да, всегда вопрос, болеют ли гастритом, да, болит ли гастрит. Потому что, когда мы говорим о гастрите, это констатация факта наличия воспаления в средстве оболочки желудка. Ну, это в любом случае что-то морфологическое. Эндоскопия может там заподозрить, ну и, конечно же, морфология. С учетом того, что у детей мы принимаем решение об эндоскопическом обследовании, ну, зачастую только при наличии красных флагов, которые вообще, эти симптомы не обязательно будут при гастрите, то зачастую жалобы отдельно, находки в виде гастрита при эндоскопическом исследовании, если оно все-таки состоялось, отдельно, да. Вот, но бывает такая частная прием история, наверное, как раз это переход из взрослой гастритологии в детскую, когда родители говорят, что, может, у него гастрит? У меня в детстве тоже был гастрит. Ты говоришь, ну да, наверное, вам делали гастроскопию. Нет, мне никогда не делали. Но гастрит был, у меня всю жизнь гастрит, да. И вот здесь как раз приходится объяснять о том, что гастрит – это всего лишь термин, это не какое-то конкретное само по себе заболевание, характеризующееся какими-то специфическими симптомами, что зачастую симптомы сами по себе, в том числе и в рамках функциональных каких-то нарушений. Ну и гастрит действительно может быть параллельно сам по себе, и причины его действительно могут быть разные, в том числе, например, ассоциированные с хеликобактером. И здесь, говоря о хеликобактере, да, действительно, дети часто инфицированы хеликобактером, и зачастую инфицирование происходит как раз-таки в детском возрасте, в семьях, возможно, в детских коллективах, где обмен, скажем так, слюной, через которую в основном передается хеликобактерная инфекция, ну, не только, да, соответственно, там максимальный, но другой вопрос, что, опять же, и по взрослому опыту мы знаем, что хеликобактерная инфекция сама по себе тоже не несет каких-то специфической клинической картины, там, в виде болей в животе, там, тошноты и еще там чего-то, да, то есть это тоже некоторый такой вот миф. Поэтому родителям мы объясняем, что, да, может быть гастрит, да, может быть хеликобактер, но, скорее всего, он маловероятно связан с жалобами, которые есть у ребенка. Да, мы проведем скрининг, но в первую очередь это будет целиакия и ВЗК. Хеликобактер у детей на данный момент позиция такова, что мы не проводим эрадикацию без доказанных эрозивно-язвенных поражений 12-першной кишки реже желудка, когда все-таки эта ассоциация максимальная, да, в 12-першной кишке она вероятна. Поэтому, соответственно, только после эндоскопического исследования, если там такая находка будет. Вот, поэтому если мы не планируем проводить эрадикацию, то мы и не проводим диагностику хеликобактера, потому что даже если он есть, мы с ним потом ничего не будем делать. Вот, потому что в ситуации с детьми зачастую сама по себе эрадикация несет больше каких-то факторов риска и плохой ее переносимости, тех же антибиотиков в высоких дозах, нежели чем ситуация, что эта эрадикация нам что-то принесет, да, потому что очень много исследований как раз-таки по этому поводу, которые показывают, что, если говорить, например, про боли в животе, что живот болит у детей с хеликобактером и без хеликобактера, и после эрадикации тоже живот болит. То есть, скорее, там какие-то другие причины, в том числе и функциональные, доминируют в качестве генеза этих жалоб, нежели чем инфекционный тот же хеликобактер. А с учетом того, что у детей на протяжении их последующей жизни еще с большой вероятностью может повториться реинфицирование произойти... А какая частота вот повторного реинфицирования, если все-таки пролечили? Не так много исследований по этому поводу, и пока вот то, что я читала, большая вероятность реинфекции зависит от того, в какой стране, да, где насколько высокий уровень инфицированности в принципе, так же, как и у взрослых, да, вероятность реинфекции зависит от этого. Соответственно, чем больше хеликобактера в округе, тем вероятность реинфекции больше и взрослых, и у детей. Все-таки я услышала, что дети чаще реинфицируются, именно поэтому им не проводят эрадикацию в том числе. Предполагается, что да, но таких вот исследований, перспективных по этому поводу мало, и это в том числе можно объяснить тем, что сама по себе эрадикация диагностики хеликобактера проводится достаточно редко. А чтобы понять, есть реинфекция или нет, нам нужно ребенка, ну мало того, чтобы его продиагностировать, его уж нужно потом пролечить, и потом убедиться, что инфекция вылечена, и потом еще раз его диагностировать. А если мы говорим о том, что само по себе лечение хеликобактера, эрадикации для ребенка может нести риски, то проведение таких исследований, оно, ну, несколько неэтично. Неэтично. Понятно, что это могут быть дети с эрозивно-язвенными поражениями, и зачастую на них эти исследования проводятся, но это такие достаточно небольшие когорты, поэтому насколько мы можем переносить эти данные до 20% по высоким цифрам реинфицирования у детей в течение года после эрадикации в странах с высоким уровнем инфицированности, большой вопрос. Но в целом, потенциально, с точки зрения реализации патогенетических механизмов и механизмов передачи, дети в группе риска, поэтому... То есть единственное показание, когда мы можем назначить эрадикацию ребенку, это эрозия язвы в 12-перстной кишке и в желудке. Больше никаких показаний нет. Из такого основного, чтобы там сейчас не углубляться в какие-то тонкости, скорее... Никакие боли, спазмы, показания быть не могут. Ромы нет. Это в первую очередь доказанный эндоскопически подтвержденный эрозивно-язвенный процесс для нас в перстной кишке в первую очередь. Я вас неспроста спрашиваю, потому что вот совершенно недавно два ребенка, одному 8 лет, другому 10, вот как раз с такими какими-то периодическими болями в животе, попавшие на прием к гастроэнтерологу, им была назначена полноценная большая схема эрадикационной терапии. Почему-то это происходит. То есть в чем смысл, для чего вообще она назначается, эта эрадикационная терапия, если нет ничего, кроме вот этого пресловутого гастрита? Всегда вопрос, зачем проводилась диагностика, да, то есть что хотели найти. Если хотели прицеленно найти хеликобактер, то значит это некоторое непонимание причин жалоб, да, наиболее вероятных. У взрослых есть стратегия тест-н-трит, да, то есть мы понимаем, что... Но там цель канцер-превенция, да, которая в том числе имеет такой вот характер зависимости от длительности течения воспалительного процесса на фоне хеликобактерной инфекции. У детей мы понимаем, что длительность небольшая, вероятность какой-то онкологии в детском возрасте, она стремится к нулю, в особенности, связанной с хеликобактером. Поэтому и понимая, что есть риск повторного инфицирования и повторное назначение эрадикации, но тоже, скорее всего, может тогда понадобиться, уже возможно в возрастном возрасте, в том числе с точки зрения канцеропревенции. То есть с этой точки зрения у детей, во-первых, не рекомендуется стратегия тест всех тестировать. Просто не делаем тест детям на хеликобактер пилоре. Ну, если не то, что мы совсем не делаем, всё-таки из того, что рекомендовано, это именно при эндоскопии методики биопсии, либо это высокочувствительные какие-то тесты быстрые, либо это биопсия с морфологическим исследованием. Но тогда у нас уже точно есть показания, то есть мы уже, допустим, нашли язву, и мы дополнительно хотим понять, есть ли ассоциация с хеликобактером, чтобы понять, назначать такому ребёнку эрадикацию для заживления именно язвенного процесса. Спасибо большое, Евгения Маратовна. У меня, конечно, тут ещё огромный список вопросов к вам, но, к сожалению, время наше уже подошло к концу. У нас здесь есть вопросы от зрителей. Евгения Маратовна, если вы видите, можете прочитать, потому что я не вижу. Так, кто-то нам говорит спасибо. Здравствуйте, какие симптомы у ребёнка до 5 лет могут указывать на долю хосигму? Но долю хосигмы – это практически из истории про гастрит, потому что само по себе длина толстой кишки, в том числе и дистальных её отделов, в частности, гмовидной кишки, нет каких-то прям уж убедительных данных, что значимо влияет на частоту запоров. Нам при запорах принципиально диаметр кишки, насколько она уже перерастянулась на фоне длительных запоров. И на тактику ведения ребёнка это вообще никак не повлияет. В любом случае мы будем им означать осматически-слабительные, тетировать дозу до желаемого эффекта. Мы проводим рентгенологическое исследование детям при запорах, упорных запорах, когда у нас есть какие-то красные флаги, которые бы могли указывать на врождённую патологию, такую, как, например, болезнь гиршпрунга. Это далеко не долю хосигма, это отсутствие иннервации в участке толстой кишки, что приводит к её катастрофическому нарушению функций. Там не работают даже осматически-слабительные достаточно. Поэтому само по себе долю хосигмы, если её нашли ребёнку, скорее всего, по результату рентгенологического исследования, на тактику никак не повлияет. То есть можно считать, что в данной ситуации органическая патология в виде болезни гиршпрунга исключена. И симптомы долю хосигмы можно вообще жить всегда всю жизнь с длинной кишкой и не иметь никаких запоров и никаких симптомов не быть. Поэтому здесь нельзя сказать, какие конкретно симптомы могут указывать на долю хосигму. Так, что-то у нас там был ещё про аллергии вопрос. Какие продукты наиболее часто могут вызывать индивидуальную непереносимость аллергию? Смотрите, если мы говорим о пищевой аллергии, именно то у нас есть такие частые пищевые аллергены. Если говорить о детском возрасте, то самые частые – это белок коровьего молока, соответственно, это молочные продукты. И сюда не только коровьего молока, если уж на то пошло, относятся, но и коза, допустим, которые часто... Некоторые думают, что она какая-то гипоаллергенная, но нет. Это яйца, это, может быть, пшеница, соя и орехи, морепродукты. Ну, сейчас немножечко расширили, да, для того, такое вот, частые. Но среди этих продуктов есть те, которые чаще бывают у детей, и они, то, что мы вот сегодня сказали, перерастаются, но по-нашему это называется формируется толерантность, да, то есть переносимость. И к ним как раз-таки относятся вот эти самые частые, которые в итоге все едят во взрослом возрасте. Это и молочные продукты, это и пшеница, это и яйца. Но вот есть вот та категория, про которую Валерия Олеговна сказала, как взрослый врач, потому что действительно во взрослом возрасте это встречается. Это орехи, это рыба, это морепродукты. Вот это, к сожалению, не перерастается и может манифестировать даже не в детском возрасте, а в более старшем, и прогноз у меня не благоприятный. Вот, а вот то, что касается оливкового масла, меда, ну вот сказать, чтобы это как-то значимо проявлялось именно гастроэнтостинальными симптомами, наверное, нет. А кожными? Какими-то другими, возможно, да, возможно. Но больше может быть там при прямом каком-то контакте. Но оливковое масло, честно говоря, я не могу прокомментировать. Ну вот что, человек съел оливковое масло, и у него кожа покрылась какими-то высыпаниями. Тут надо пробовать еще, воспроизводима ли эта реакция. Да, честно говоря, это все очень решается индивидуально. Есть частые пищевые аллергены, но в любом случае, даже для частых, эта связь причинно-следственная, временная должна быть, ну хоть как-то проследиться в анамнезе пациента, взрослого, ребенка, неважно. Спасибо большое. Ну, наверное, мы будем завершать. Уважаемые наши зрители, коллеги, большое вам спасибо за внимание, за ваш интерес. Жду новой встречи. Спасибо большое. До свидания. До свидания.